Всем огромнейшие приветики! Меня зовут Мариана, и вы на моем YouTube-канале про моды, стиль шоппинг и рум-туры. И я рада вас приветствовать во второй серии, во втором выпуске про российские бренды и российских дизайнеров. И перед тем, как мы начнем, хочу сказать, что... Девочки, я понимаю, уважаю ваше состояние, если вы сейчас не настроены смотреть развлекательные видео про моду и про шмоточки. И мы увидимся с вами чуть позже. А тем, кому сейчас это нужно, я приглашаю вас на обзор бренда Зарина, лицом которого я стала в этом сезоне. Это правда для меня неожиданно и важно. И мне очень нравится, когда вы присылаете мне оформление витрин в магазинах Зарина своего города. Они как-то все по-разному выглядят, но все классно. Мы вчетвером с девчонками, Маша Лист, Маша Червоткина и Даша Кос, еще в декабре снимались в большом кампейне фото и видео для презентации весенней и летней коллекции. Ну что, пойдемте смотреть ассортимент. Я знакома уже с частью коллекции, с сэмплами, которые были на съемке, но вживую полный ассортимент еще не видела. Поэтому будем с вами рассматривать вместе. Так, сразу у входа мы видим костюмы с такими мягкими, без подплечников, жакетами и брюки. У брюк я бы сняла текстильный пояс, брюки за щипами, зауженные. В общем, такой классический любимый нами девочками силуэт. Вижу, что беж хаки черный. Мне очень нравится черный. Ой, какой-то небольшой размер взяла. В общем, довольно аккуратненький. Сзади шлица, на рукавах пуговиц нет. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Здесь еще есть варианты костюмов, светлые брюки, а мне кажется, что-то тут потягивается. И к ним жакеты уже, мне кажется, другая ткань, но, по-моему, по оттенку похожую. Здесь уже есть подплечники. Так, тут у нас какой-то мельфлерчик, платье на запах, совсем лето. Вот эти платья, кстати, интересно, как сидят. Они, по-моему, сейчас я могу ошибаться, но дойду до жакета в самом начале. Да, вот в жакете, к которым я показывала брюки, есть еще вот такие прямые платья. Что прикольно? Во-первых, здесь плотная ткань, и его можно использовать как так называемый сарафан. То есть под него надеть какую-нибудь рубашку, футболку, возможно, даже какой-нибудь трикотаж тоненький с линией плеча лодочкой. Будет красиво. Если посмотреть на стенд прямо передо мной, там уже как-то попахивает летом. И вот идем. Здесь костюмы под лен, но это не лен. Голубой, бежевый. И как раз костюм, в котором... Нет, таблички хотела показать. Маша Червоткина снималась. Вот, пожалуйста, шикос. Посмотрите, какой здесь классный выбор стилистами обуви. Джинсы. Здесь написано за релакс, но они зауженные книзу, похожие на мам. Летний сарафан. Симпатичная джинсовка с крупными накладными карманами. Мне кажется, что если выбирать джинсовку или джинсовую рубашку, то какого-то вот такого формата. Где-то я еще видела джинсовую рубашку с одним карманом, удлиненную. Ее тоже здорово можно использовать как куртку. Так, тренч, тренч. О, удлиненные шорты из денима. К ним, кстати, комплектом. Есть еще джинсовая куртка. Деним очень приятный, мягкий. А вот, смотри, в бежевом цвете в комплект к таким же шортам идет жилетка. Вернее, куртка без рукавов. Так, пойдем дальше. Там небольшой корнер с распродажей. Я уже там сама пошурую чуть позже. Есть костюм. Он представлен в трех цветах. На голубом цвете продемонстрирую этот костюм. Здесь брюки прямые с резинкой на талии. Плюс в том, что вы можете по нужде снимать. Вы можете опускать линию талии на нужную высоту. И удлиненная рубашка с крупными карманами, с клапанами. Ее можно как-нибудь подвязать, завязать. Я не думаю, что это возможно будет заправить внутрь. Но носить расстегнутую стопом внутри вполне. О, вот они мои любимчики. Это трикотажные топы в рубчик. И если бежевый, черный, можно где-то найти хотя где. Есть еще такой цвет лаванды. Как тебе, кстати, кажется сочетание фуксии с вери-пери? Мне нравится. Тебе нравится? Мне тоже кажется, это забавно. И со сталью мне нравится. Очень даже неплохо. Так, в общем, вот такие топы очень рекомендую. Как базовые. Здесь у нас висят платья комбинации. Но если бы я в этом сезоне выбирала нечто подобное, легкое, я бы взяла вот с такой, чуть подамериканиной горловиной. Есть в коричневом, черном. И, кстати, очень симпатичный. Шалфей. Здесь у нас фэшн-корнер. Во-первых, юбки с прорезями по бокам. Мне кажется, я бы не снималась. Но это не точно. Сам пояс сидит высоко на талии. И здесь есть зазор. Мне удобнее такие юбки носить либо с боди, который идет прям по фигурке, либо с чем-то укороченным и поверх уже накидывать что-то, если для вас это слишком голо. И вот мой любимейший жакет. Мы его обязательно с вами примерим. Я его примеряла еще на съемках, но вот продемонстрирую вам это на видео. А, знаешь, что еще хотела сказать? Я сегодня зашла на сайт Зарина для того, чтобы посмотреть ассортимент. И увидела нижнее белье. И я закажу его на тест. Потому что он такой минималистичный, такой, знаешь, а-ля какой-то спортивный, тянущийся. Вот мне интересно потестить. Вот тут тоже интересный топ. У него две полочки понизу. Но я бы, наверное, одну заправляла и оставляла вот такой угол. Две мне как-то не очень нравятся. Я бы сделала ассиметрию. Вот здесь у нас спортивная линейка, спортивные майки, джогеры. Ты где? И костюмы с шортами. Классная футболка с хорошим рукавом по локоть. Шорт мне нравится. Ой, смотри, какая. Это платье интересное или... А, это хомвэр. А я думала, почему-то это спорт. Я так в этом танцами хожу заниматься. А, я хотела показать рубашку. Пойдемте. В 46-м размере я бы, наверное, себе... Может быть, даже взяла больше для того, чтобы она была длиннее. И цвет очень приятный. Есть еще в осветленном, да не именно. Мне нравится этот больше. Стоит она 3,599. Подворачивайте рукава, какие-нибудь кучи браслетов. И это будет выглядеть не настолько мускулино, насколько кажется, на первый взгляд. А вот еще один костюм нашла с рубашкой. Сейчас все последнее точно. Прямые брюки. Даже я бы сказал, что брюки палаццо. На высокой посадке. Не на резинке. То есть классическая модель. И к ней рубашка на пуговицах. Тоже очень расслабленно будет это все смотреться. Особенно если, например, на голову повязать какой-нибудь платок. Добавить, смотри, вот украшения. Сейчас, извините, вот так сделаем. Вот платок на голову. Вот. Видно его, да? И какие-нибудь украшения. Колечки симпатичные. Не очень большие. У меня лежат из зары такие огромные кольца. Их невозможно носить. Они постоянно задевают борт у одежды. Их приходится выправлять. Пойдем еще посмотрим, какая межуха есть. Она как раз по дороге в примерочную. Так. Здесь мы видим колье из искусственного жемчуга. 599 рублей. И вот такие симпатичные, крученые цепи. Интересно, они как чокеры или чуть ниже будут? В общем, надо примерить, посмотреть. Тут тоже крестики. Так, я к сейлу. К сейлу, к сейлу. Слушай, вот интересные браслеты. Я хочу посмотреть, можно их ли сделать на ногу. Да. То есть надела лодочки. А сверху два парных браслета. Анклета. Анклета. Ну что? Все. Пора начинать наше преображение. Ну и, естественно, в первом образе сразу появился мой любимый жакет из этой коллекции. Он же был на съемке. Я же в нем сфоткалась уже тогда и заприметила его. Он одновременно и объемный, и скульптурный. На мне 44 размер, который мне идеально в плечах. В талии он не прилегает, но, тем не менее, очень читается мой силуэт песочные часы. И джинсы из очень мягкого денима. Они с зафиксированными подворотами. И в них, по-моему, снималась Даша Коса, она повыше меня. И ей они были прям идеальной длины. Для себя я бы чуть подняла вот до такого уровня. Особенно, если носить это с открытой обувью и декольтированной, как на мне сейчас, лодочки. Даним очень приятно, очень мягкий. Сели тоже на мне хорошо. Они на высокой посадке, но, тем не менее, лежит такой комфий размер, чтобы они не сильно меня утягивали. Я думала, если бы размер был на один меньше, то они бы четко и выше сели в талии. Найс? Один из моих любимых приемов внутри базового гардероба – это, как вы знаете, игра на объемах. Обратите внимание на оверсайз жакет. Плюс игра с цветом. Беж плюс лайм, беж плюс коралл. Очень смотрится по-весеннему. И в то же время, за счет прямого силуэта и отсутствия сложной отделки, все очень лаконично, минималистично. И здесь, в данном случае, меня даже не смущает разница оттенков между бежевым на жакете и более таким желтоватым бежевым на сапогах, потому что они разделены очень большим и ярким полотном вот такого лаймового-зеленого. Красиво, да? Так, сумку немножко Джей Дайбл Йендерсон, как будто на мне еще огромный литой браслет. А, еще, еще хотела сказать, что, обратите внимание, я сняла свое массивное колье в таком чуть черненом серебре и надела минималистичные, также геометричные серьги в золоте. Не только для того, чтобы поддержать металл на сумке, но, мне кажется, оно сюда как-то лаконичнее вписывается, не дает лишнего акцента, а акцентом здесь служит цвет платья. В общем, у нас монохром, у нас тотал бежевый образ. На мне джогеры, без резинки снизу. Я их спустила чуть на среднюю посадку для того, чтобы они перекрывали обувь. Но, если вы, например, носите их с кроссами, что вполне классно смотрится, тогда можете поднять их на нужную длину по талии, которая будет комфортно и удобно в носке. Здесь у меня сумка, которая очень напоминает мне Джекки от Гуччи, но я в одном из своих последних ром-туров высказалась по поводу вот такой похожести, и больше не буду, получила я за это. Внутри у меня трикотажный топ. Поверх, я даже не могу сказать, что этот тренч, скорее, плащ с очень интересным дизайном. То есть здесь кнопки, ну-ка попробуем раскрыть. Как это смотрится? Ой, тоже интересно. Такая хорошая складка получается. Мне этот тренч однозначно нравится. Цвет у него такой теплый бежевый, плюс чуть-чуть переливается. Перелив очень деликатный, непошлый. И если мне не нужно приталивать этот тренч, в данном случае, вот конкретно сейчас, я сделала вот такой декоративный бантик на одной из шлевок. Еще карманы, их нет. Еще одно классическое цветовое сочетание – лед и пламя. Здесь лед чуть-чуть присеренный, такой грязненький, как примерно у нас сейчас на улице. Я такой цвет называю цветом слона – серо-голубой. И очень красивый апельсиновый, оранжевый. Появились в комплекте из костюма, из мягкой пластичной ткани, свободные брюки на резинке, такие околоспортивные. Тем не менее, если вы наденете их со строгим жакетом и перекройте эту резинку, то вполне может получиться офисный образ. К нему в комплект не жакет, а рубашка с идеальным размером на кладных карманах. Вы знаете, что я на рубашках, топах, футболках не люблю небольшие накладные карманчики. Особенно, если вы их планируете, не карманчики, а блудзу-футболки и рубашки, планируете носить первым слоем, а поверх надевать жакет. И тогда будет торчать вот такой неумелый кусочек этого кармана, как будто бы хочется его стереть. А здесь, так как рубашка планируется носиться верхним слоем, не считая верхней одежды, то они очень уместны, выглядят здорово. Немножко этот образ даже мне напоминает чем-то Жиль Сандер. Плюс эту рубашку вы можете, естественно, застегнуть. Можно взять под ремень, но очень аккуратно. Возможно, это будет какой-то пояс-жгут или ремень-цепочка. Также вы можете завязать. И мой любимый прием, подхватить это все резинкой и сделать какую-нибудь интересную драпировку. Внутри топ я опустила бретельки прямо на самый низ, для того, чтобы вот эта драпировка на груди была максимально низкой и, как-то сказать, объемной. Иначе, если поднять бретельки, топ может стать просто с прямым декольте. И здесь, как вы видите, я опять вернула свое серебряное украшение, потому что к этому комплекту, к этому цветовому сочетанию оно здесь идеально подходит. И компенсировать вот эту излишнюю оголенную грудь помогает такой плотный акцент в зоне шеи. Здесь была найдена довольно эпатажная. Хотя для кого-то она может стать и базой гардероба, но не в моем случае. И, тем не менее, лаковая юбка на высокой посадке, на запах. Села идеально висит, по-моему, в моем размере последняя. И мне кажется, что мне она очень пригодится. И к ней, опять же, удивительным образом, жакет, хотя мы долго выбирали, возможно, сюда мне изначально хотелось даже какой-нибудь твидовый с крупными золотыми пуговицами. Но здесь был найден почти тон в тон. Только вы понимаете, что разница оттенков и разница фактур. Жакет. Мы подпишем какой-то размер. Ну, что-то такое. Овер. Овер. И в этот момент мне очень нравится такой строгий лак на юбке, которая сидит идеально. И плюс немножечко расслабленный жакет. Ну, топ мы оставили как в луке до. И добавили сюда колье, которое по форме напоминает чем-то декольте у топа. Такая плавная волна. В данном случае атласный топ здесь не необходимость. Мне очень понравилось цветовое сочетание. В то же время здесь может быть просто футболка пола, трикотажная футболка или трикотажный топ с круглым вырезом, который мы уже примеряли до. Но вот цветовое сочетание в данном случае перебило мое желание использовать здесь что-либо другое в первом слое. Какой-то у нас романтичный образ получился. Ну, в основном, конечно, за счет моей прически с такими выпущенными локонами и платочка на сумке. Плюс еще такой девочковый кардиганчик, который я, ну, деликатно скажу, я вам приспустила на плечи. Вообще, как обычный классический кардиган он тоже носится. Ну и цветовое сочетание шалфея, плюс очень приятного серого. Очень я хочу в салон автомобиля такого цвета когда-нибудь. Здесь бермуды из эко-кожи. Опять же, на спортивной резинке, что для меня очень удобно, потому что в данном случае я спустила их чуть пониже на талии для того, чтобы перекрыть сапоги. А в сезон, когда ножки уже будут голые, то можно будет и чуть повыше их поднять. Кстати, тоже есть что-то такое интересное, когда шорты не достают до сапог. Но по классике работаем. А сейчас мы приступаем к самому увлекательному для меня, потому что это также некий челлендж было собрать эти вещи, сейчас устроить примерку и посмотреть, сколько образов у нас получится. И, возможно, менее зрелищным для вас, потому что набор вещей у нас ограничен. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать вещей. И мы с вами посчитаем, вернее, считать буду за вас я, сколько у нас получится образов. Так, что мы имеем? Эта базовая капсула создана лично для меня, потому что здесь мои предпочтения. Например, я не очень увлекаюсь платьями и юбками, но очень активно ношу жакеты разного плана. И здесь у нас в капсуле их два. Одно минималистичное платье в черном цвете. Для меня самое универсальное, причем в последнее время я прям ищу себе черное лаконичное платье, которое можно носить подо все. Джоггеры без резинки снизу. Футболка хлопковая с асимметричным низом. Объемная, размер М. Все размеры будут указаны. На сейле найден кардиган, который единственный выпадает из цветовой гаммы, которая здесь представлена. Вот он в шалфее, но здесь и останется. Хотелось кардиган, хотелось либо какую-то олимпийку на молнии с капюшоном. Нашелся он. Вот у нас три элемента первого слоя, как раз под обувь, которая у меня с собой. Беж, черная и белая. Я думаю, что посмотрев образы из этой капсулы, вы поймете вообще весь момент, как с минимальным набором вещей максимально эффективно их сочетать. И как это работает по цветовым блокам и сочетанием длин. Так, ну, юбку одну нашли. Так как у нас платье из легкой пластичной ткани, юбку взяли более структурную, из денима. Ну, конечно же, классические синие джинсы. Те, которые были чуть раньше белые с подворотами, я взяла в классике. Ну, и в качестве верхней одежды у нас появился тренч. А вот той самой кожаной курткой служит у нас жакет из эко-кожи. Ну что, приступаем? Поехали? Поехали. 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 То, что я сейчас очень умела переодеваться, это ничего не сказать. Сколько мы луков собрали? 18. 18 луков в такой базовой капсуле. Ну, я надеюсь, вам было увлекательно на это посмотреть. Я со всеми прощаюсь. Всех целую. Пока-пока.